Добрый день! Снова я рад приветствовать всех, кто смотрит документально-театральную постановку на канале Планета Джудо. Мы говорим о... в чем? О советах. Да, о советах. О советах. Ну, это... кто-то может подумать, что о стране советов была такая. Мы все оттуда родны. Ну, кто-то может подумать о чем-то еще. Ну, давайте посмотрим. Влад, вот мы... вчера же, да, у нас это случайность такая... слово это выставило в разговоре. Советы. И мы потом посмотрели с тобой короткометражный фильм, да, про советы. А Виталика не будет? Виталика не будет представлять? Про страну советов, да? Виталика? Это Виталика. Про страну советов, да? Совет. Давай, Влад. Совет? Ну, мне анекдот нравится, да? Говорит, скажите, пожалуйста, чем отличается совет от консультации? Ну, понимаете, совет он бесплатный, а консультация платная. Дайте мне тогда совет. Закажите консультацию. Ну, вот такой смешной. Но мы не про это, скажем так. Мне очень понравилось слово, как это, медвежья услуга, что по запросу надо действовать. То есть, не надо лезть никому со своими там советами, если тебя об этом не спрашивают. И нужно еще разглядеть, скажем так, если тебя совет спросили, как кого? Как просто друга или как специалиста, скажем. Вот. То есть, важен опять контекст этого действия. Как говорил Фаина Раневская, не слушайте ничьих советов, и этот тоже. И этот тоже. Ну, не факт, что он вред приносит, совет. Может быть, иногда так посоветовали, а у тебя вся жизнь изменилась, скажем, в лучшую сторону. А можно воспользоваться советом. Но это перекладывание ответственности на кого-то. Мы же о чем здесь говорим? Что совет, просьба, как бы... Книжку Остер. Вредный совет для детей. Совет... Есть такая... Нет, не поговорка, а такое изучение. Совет да любовь. Молодоженам говорят там. И так далее. Совет да любовь. Есть такой? Слышал? Нет. Не слышал? Есть, конечно. Это на свадьбах обычно. Но это шаблонно. Это как мантра ее повторяет. Но она уже поменяла свой изначальный смысл. Влад, а много тебе вообще в жизни советовали? И ты сам ко многим ли обращался за советом? Ну, в принципе, я коммуникабельный такой, но за советом. И обращался, да, и сам раздавал. Но я как говорю, сейчас лучше, я вот практикую лучше слушать, чем что-то говорить, скажем так. То есть вот активное такое слушание. То есть, ну, не перебивая. Вот мне сейчас это больше ближе. А можно самому себе давать советы? Да. Нужно. Да. Да. Как? Ну, в любой не поймете. Вот ты в замешательстве. Ты сидишь и... Вот вчера, помнишь, в этом фильме, девушка была все время, ну, как бы, в замешательстве. Она не знала, что там выбрать. И она брала просто... И вроде бы сама себе давала совет, но через приложение. Нет, она на приложение. На приложение. Это точка опоры. Точка опоры. Да, точки опоры внешней бывают. А как ты можешь дать сам себе совет, если ты не знаешь, что делать? Сам себе советую совет. Если не знаешь, что делать, да? Скажем, ну, тут Сергей у нас уже был, да? Недалеко, в пятницу, да? И он хорошую вещь сказал, что если ты не знаешь, что делать, лучше лечь спать. Вот прям, вот, это можно тоже расценивать как совет. Начиная что-то делать, только если знаешь, что делать. Да. То есть, ты уже... Нет у тебя такой двойственности, делать или не делать. То есть, сомнений нет. Поэтому вот, такой совет, если не знаете, что делать, ложитесь спать. Особенно это очень полезный совет. Действие необходимо делать только в том случае, если действие действительно действие. Ну, нет. Ты его не можешь не делать. Ну, оно может быть действием в любом случае. Хорошо. Вот, лечь спать. То есть, получается, один из советов самому себе, так называемый лечь спать, это сделать некую паузу. Паузу, паузу, да. Ясность, проясность, да. Ну, смотрите, при автокатастрофе, или там, когда человек упал откуда-то, говорят, лучше ничего не делать. Если ты не знаешь, если ты не специалист, там, в области реанимации. Переломов-то? Не обязательно переломов, а просто, если ты там не медик, ты не знаешь, что делать. Ну, просто ты начинаешь там его хватать, куда отнести, а ты только навредишь этим. То есть, если ты не знаешь, что делать, ничего не делай, вызови специалистов. Или делай то, что в твоих, как бы, силах. Ну, если ты сам специалист в этом вопросе, тогда делай. А если ты не специалист, лучше ничего не делать. Вот по поводу специалистов, это отдельная театральная постановка даже. Понимаешь, да? Да, вот это тоже мне нравится, специалисты. Специалисты. Ты посмотри, вот даже мы сейчас, да, мы вроде бы углубились в эту тему, и смотри, сколько специалистов. Сейчас технологии так расширились, что специалистов один другого погоняет, как говорится. Один специалист другому специалисту дает совет по третьей специальности другого специалиста. У нас есть, у нас каждый. Итак, совет. То есть, можно, в принципе, дать совет самому себе. Да, можно. Один из действенных советов самому себе, в случае того, что ты не знаешь, что делать, это просто сделать паузу и выждать какой-то период времени. Получается, решение чего-то придет естественным образом, каким-то. А если не придет? Если не придет, значит, ты просто тогда можешь понять, что произошло, опять дать какой-то себе совет. А утром вечером мудренее, да? Смотри, вот я хочу подумать. Вот все-таки, само слово совет. Есть же так называемые этимиологии слов, да? Откуда они происходят? Со-стояние, со-дружество, со-перничество, со-ветовать. То есть, предлог со означает какое-то идет... Сопричастие. Сопричастие. То есть, кто-то с кем-то взаимодействует и дает что? Вет. Вет, это какое-то, видимо, слово, которое можно проверить через общедоступный сегодня интернет. Это как-то... А тут даже тоже, да, тоже закачивают информацию. И как Виталик сказал, она же может меняться. Вот есть такая научная теория, а потом она развилась, и она уже неактуальна. Виталик сказал, что еще шарлатаны. Кто? Это высший пилотаж советчиков. То есть, не все архиа советчиков. Есть просто советчики, есть ученые, есть шарлатаны. Выше гасто советчиков, это, как правило, религиозные деятели. Выше религиозные деятели. То есть, они знают, как мир устроен. Вот, и вот они советуют всем, как, что делать. И как им жить, и какая им должна быть... Опыт дает больше... Либо психиатры, ну, или не психиатры, а психологи. Ну, в принципе, и психиатры, и психологи. Ну, психологи даже, скорее, не психиатры. А вот опыт жизни человека дает ему право советовать тому, у кого меньше опыт. Ну, смотри. Ну, вот так. А я сейчас скажу. В плане курицы, яйца... Яйца, курицы... Курица не лучит? Нет. Интересно тоже. Ну, вот как надо. Надо 10 раз переспросить. Можно ли посоветовать? Ну, допустим, если ты видишь, без забрала и без пены урта, скажем так. Советы раздавать. Сейчас объясню. Мы же здесь здоровье, сбежение, все. Там спортсмены, да, с многолетним стажем. И вот вроде жим-лежа, да? Упражнения на развитие грудных мышц. Ну, в интернете я посмотрел, и говорят, что если плечами еще чуть-чуть добавить, то они будут развиваться как бы в 2-3 раза лучше. Я это перепроверил, и мне так это понравилось, скажем так. То есть ты лежишь, лопатки не плотно прижаты, а чуть-чуть отрываются. И тогда мышцы, они еще больше напрягаются. И вот такой совет я тоже дал. Ну, ты что-то увидел и начал использовать для себя. Тебе это понравилось, и тогда ты можешь, если, ну, извинился, говорит, но человек может взять этот совет, может не взять. Ну, ты не забывай, у всех людей разная физиология. У кого-то больше развитые мышцы груди, у кого-то... Мы не про развитие мышц груди, мы про эффективную тренировку отдельных мышц. Да, то есть то, что помогло тебе, может совершенно не помочь другому. Наоборот, ему только навредить. Смотри, по сути, мы можем получать совет, так называемый, я не знаю, правильное слово подобрал, ненавязчивый. О, ненавязчивый, хорошее слово. То есть, ну, так называемый непрямой совет, а прочитав книгу и оттуда получить совет, посмотрев фильм и оттуда увидеть совет, пообщавшись просто в непринужденной беседе и оттуда получить совет, даже услышав чей-то разговор в общественном месте... Это не совет получаешь, это информация. Информация не совет? Нет. Информация не может быть принята как совет? Нет. Не так. Любой совет – это информация, но не любая информация – это совет. Тогда что такое совет? Ну, мы только что разбирали. Если уже брать совет, как ты хочешь понять морфологию, смотря... Просто очень... А что, не подготовились-то, да, к лекции? Я только... А где у тебя тут этот... На, Влад, посмотри, я не знаю. Почему? Дай Владу, пусть он посмотрит, как там нажать. Ну, давай поэто... Как дети... А, понравилось мне тоже очень. Дети же используют подсказки, а учителя что они делают? Они берут и говорят, «Окей, Google!» И у всех там прям-прям-прям-прям, телефон откликается. Они, «Так, знайте, пожалуйста». Потом, разные же есть эти платформы-то. Нет, на самом деле, понимание, вот опять, о чем мы говорим, совет, то есть принятие какого-то понимания самого слова. «Со» это понятно, уже какое-то... Ну, что такое совет-то? Этимиология. Я понимаю. Морфология. Совет может означать совет, наставление, на подстык, рекомендация. Не-не-не, мы не по этому. Этимиология, слово «совет». Ну, здесь еще есть совет, совместное обсуждение и решение... Не-не-не, мы этимиологию. Откуда появилось слово? Спасибо за уточнение. Этимиология. Мы с роботом решили поговорить. Не, ну, есть же технология, которая может идти на пользу, которая может идти на вред. Ну, потом это сами мы узнаем. Это, ну... Не, хочется понять, что же все-таки «Вед». «Вед», что такое? Помнишь? Ну, это «Круста» ему надо. Он «Вед». «Веды» там. А здесь «Вед». «Ветеринарная клиника». Значит, «Вед» что-то ветеринарное. Это что? Совместный «Вед». Ну, ты сейчас там в дебри уйдешь. Поэтому, дай тогда я посмотрю. Раз ты не хочешь... Не хочу. ...дать понимание. А вот. А мы, видишь, уже искренне верим, что это будет истинно там... Я не хочу добиться зависимости, я хочу просто внешне посмотреть. То есть, уже про язык мы прославили. Нажми сюда надо. Нажми сюда надо. Ну, нажми сюда. Эти миология слова «совет». Сайт лексикография.онлайн дает такой ответ. Происхождение слова «совет». Совет. Заимствование старославянского языка, где было образовано по методу кальки с греческого «симаулион». Вторая часть слова «совет» восходит к тому же корню, что и слова «вечи». Завет. Ответ. Происхождение слова «совет» в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г.А. Совет. Индоевропейское. Аойкту эс меньше, чем аик. Ну да. Совет изначально подразумевал собрание какое-то. То есть, совет, ну, когда объединялись люди и раздавали какие-то рекомендации. Вот это было изнарядчально. А потом это получило как, ну, рекомендации, так как объединение людей раздает какие-то рекомендации. То есть, два человека, да, один другого. Нет, нет. И получилось слово «другое понятие». Слово «совет» получило другое понятие, которое связано именно с рекомендацией, а не связано с собранием людей. Да. И получилось два смысла. Ну так что-то... Один первичный, другой приобретенный. Да. И поэтому людям бывает спорят. Да. Спорят, спорят, а у них нету... Да, изначально это было... Общей основы, да. Греческого. Хоть монетильного аппарата. Как, допустим, совет каких-то старейших, там, совет этих патриархов. Ну, да. Педагогический совет, да? Ну, педагогический, это уже слово-то иностранное совсем. Ну, так и непонятно, на самом деле. А как мы это можем использовать для себя? Ну, мы же... О чем я хочу сказать? Что... Все названия, если мы возьмем чашку... Блин, ну тут есть чашки... Это твой. Это мой? Это мой. Нет, ты хочешь чай? Да. Ну, налилишь. А вот этот чай. Его просто развалит, значит? Нет, налили чай. Угу. Что ты хочешь совет спросить? Нет, ну, это... Так вкусно, чем? Мало? Ну, да, нам больше. Нет, так скажи, больше. Ага. Для того нам речь дана, да? Чтобы это... Нет, я просто не пойму. Ты слово, я дело. Мы говорили об этом недавно. Совет, конечно... А легко давать советы, да? Легко. Вообще. Да? Налево-направо, да? Вот он сейчас, да. Но советчиков... Не то, что легко. Это то, чем человек любит больше всего заниматься. Раздавать советы, сдаваться на право. Вот делай так, и будет так. Счастье тебе, да. А делай так, и не будет так. Поэтому у нас вот и была страна советов. Советы раздаваешь. Совет, а может... Смотри, совет это слова. А можно совет давать действиями. Это пример. Это личный пример. Представляешь, так все хорошо получается, когда ты понимаешь? Мне сейчас нашло в голову. Нет, ну можно, конечно. Совет это... Вет это от слова ветер. Присоместно думаем. Гадать пургу. По сути, ничего... Смешно. Гадать пургу. По сути, как вы говорите, абсолютно нереальные вещи, которые неприменимы к человеку. То есть он дал пенгать. Вот тебе совет. Совет отогнать пургу, да. Ну приходят люди и говорят, что мне делать? Смотрите, у меня вот такая вот жизненная ситуация. Дайте мне совет. Ты сидишь и... Смотри, если ты был в этой жизненной ситуации, ты можешь сказать, что я был в ней... И сделал так-то. И сделал так-то. Но это не значит, что если ты сделаешь так-то, то у тебя получится так-то. Время вместо обстоятельства, опять же. Да. То есть как? Я сделал, как вы сказали, но вот... Сажать картошку или там любые семена. Есть определенная технология. Правильно? Но это советы. Раньше же говорили, как посадить картошку. Когда надо собирать урожай. Когда надо его сеять. Когда пахать. Когда можно идти на охоту. Когда рыбу лучше ловить так или так. Это советы же были? Ну, а фондовый рынок сейчас раздают советы. Когда биткоин покупать, когда его продавать. Но здесь разные советы. Совет совету рознь. Мы же так говорим, да? Советы есть, которые для чего? Для того, чтобы... Вредно и полезно. Ну, вредно и полезно. Ну, опять вредно. Для кого-то вредно, для кого-то полезно. Кто-то говорит, вот лучше пить холодный. Да. Да. Но... Но если посоветуешь кому-то спрыгнуть с крыши, ну, это будет в любом случае вредно. Совет для любого человека. Почему? Почему? Ну, потому что он погиб. А если человек на грани? То есть ты принес вред этому. Ну, если... Ну, ты же знаешь, что есть такие... А с крыши прыщи, кстати, с мостов привязаны за... Нет, ну, есть такие люди... Нет, ну, я имею в виду, что спрыгнуть с крыши там, ну... Опять, кому в контексте? Время, место, обстоятельства. Человек болеет, он знает, что он мучается от боли, испытывает свою семью, семья тратит деньги на лекарства и так далее. А факт все равно. Он боль, смерть, и его просто отдаляются. Если советуешь его с крыши... Ну, это в тонозе. Он пришел и говорит, посоветуйте, вот что он делает. У меня вот все, крах. Ну, это в любом случае вредный совет. Даже там супер больному человеку... Борись до конца, да? Конечно. Конечно до конца. Нет, ну борись до конца как? До последнего вздоха. Вот это будет последнее. Семья в кредитах. Три миллиарда уже кредитов. Бороться до конца? Конечно. Да ты как? Конечно. Ты хороший садик. Пока ты дышишь, пока ты дышишь... Дыхание. Вот основа. Да, все пока? Дыхание. Ну, это пиамида масла. Возвращаемся к ней. То есть, это в основании пирамиды дыхание. Что нужно? Первое, что нужно человеку, это дыхание. Потом ему нужна вода, потом пища и так далее. И в самом конечном, там, где-то последний. Совет. И совет нужно давать вообще. Да, да, да. Сопротивляться, да? Сопротивляйтесь. Боритесь. Не давайте советов. На самом верху, вот там, ему нужны какие-то интеллектуальные... Вот. И тот, кто поднимается наверх и оттуда, вот он раздает советы. А где верх? Священная пирамида масла? Ну, я имею в виду, в нашем, если мы возьмем общество живущих на земле, так называемых человеков, да? Они, допустим, ну как... Это социальный статус, да? Социальный статус. То есть, он называется, допустим, властей. Вот опять момент. Руководитель государства, да? Он должен давать советы? Или он должен просто наблюдать? А нет, он же указы раздает. А указ и совет разные вещи? Конечно, указ подлежит исполнению. А совет может быть... А совет может быть... А что должен делать руководитель государства? Давать советы и давать указы? Ну, что хочет, то и делает. Что хочет? Ну, как, забыться о народе. Ну, указ подразумевает не выполнение, а подразумевает наказание. Да. И ведет за собой, ну, соответственно, исполнение наказаний, санкции. Санкции. Ограничения. Накладывается ограничение. Да, ну, энтимология слова санкции, это не... Ну, оно просто модное стало. Это не санаторий. Мы его знали? Ограничили. Санкции вот эти. Санкции? Мы его не знали, просто начали употреблять его везде. Ну, да. В юриспруденции это называется диспозиция, положение и санкция. То есть у любого, ну, там, скажем, правонарушения есть вот три... Последствия? Нет, три основных составных части. Один из моих учителей в области дзюдо тренировок, он так говорил, у каждого додика своя методика. То есть, по сути, у каждого человека есть свои советы. Но как ты думаешь... Мы уже говорили, вырвалось у нас, есть совет, есть посоветовать. А есть еще принятие совета, и хочу сказать, что... Смотри, если совет, который я дал, пошел на пользу человеку, я чувствую себя хорошо. Если я получил совет от человека, и этот человек, я, ой, я использовал этот совет, и он хорошо для меня пошел, я чувствую себя хорошо. Хорошо. Если я дал совет, и человек использовал этот совет, и он не пошел мне на пользу, то я чувствую, что... Что, ничего не чувствуешь? Ничего не чувствую. А тот чувствует сожаление. А тот, приняв совет, но который не подействовал, чувствует сожаление, что, ну, как так, мне посоветовали. И, получается, есть такое еще, получается, от степени взаимодействия, то есть, от близости, если я получаю совет от очень близкого мне человека... Ты его критически не оцениваешь. А если... Ты его принимаешь на веру. А если... Вот, и это к вопросу доверия. Да, мы возвращаемся, мы обсуждали. То есть, принятие совета подразумевает какое-то доверие к человеку. Но нужно всегда критическое мышление включать. Ну, нет, если ты теолог, если ты верующий, не обязательно тебе включать критическое мышление. Ты просто веришь и все. На слово. Ну, конечно, а как еще? Ну, не на слово, а просто ты так ощущаешь. Не обязательно на слово. Ты просто веришь. Ты просто веришь, что вот так, а не иначе. И ты никак не проверяешь это. Ну, потому что ты доверяешь этому человеку настолько... Потому что так проще. Того, ответственность перекладывается. Потому что так проще. Любые... Да, теперь верующие люди, это, как правило, люди, которые не хотят особо размышлять. Им так проще жить, и они знают, что вот за все в ответе будет там, ну, какое-то высшее существо, высший разум. Бог, я не знаю, что-то. Ну, и так же, по сути, люди же так же бежали, так сказать... Бремя, бремя ответственности, потому что это тяжело. Это тяжело, набрать на себя ответственность. А мы же любим легкие пути всегда. Поэтому давать советы, это ответственность. Давать советы, это ответственность. Да. И многие люди не хотят давать советы. Потому что у них высокое чувство ответственности. Высокое чувство ответственности, да? А у которых низкие, они могут налево-направо раздавать эти советы. А тут два ноль. Есть ли очень близкое взаимодействие между людьми? То есть на уровне каких-то семейных взаимоотношений, да? Муж с женой, отец с ребенком, да? Или мать с ребенком. Мать, мать, там, не знаю... Ха-ха-ха. Ну, и так далее. Хорошая тема, да. Но ты можешь не прислушиваться к совету матери или отца. Потому что, когда ты маленький... Ты, как правило, это не делаешь. Да, а потом ты понимаешь, отец-то был прав. Это называется кризис. Там существует кризис. Особенно кризис пяти лет. Это когда ребенок вообще все отрицает. Вообще все. Это наглядный пример, когда говорят нам эти стихотворения. Да, значит, опять... Не муха. Там пошла муха. Не муха. Цикатуха. Не цикатуха. Я сам, да. То есть он все отрицает. Это кризис пяти лет. У кого-то он проходит, а у кого-то он на всю жизнь остается. Они всю жизнь... Только не так, как родители. Вы не знаете, я теперь знаю лучше всех. Да, конечно. Блин, классно. Так. Поэтому, что мы... Давай подытожим, а то мы расплывемся. Да, давай подытожим. Итак, совет. Это не хорошо, не плохо. Давать можно советы налево, направо. Можно. Но за это надо нести ответственность. Потому что можно получить и по лицу. Если твой совет не сработает. Да. И иметь... И иметь вот наш это... И иметь план. Помнишь, как в этом? План А, Б, В, Г. То есть, если этот совет не сработал... Это хороший анекдот. Да. Что, говорит, это курица умерла? Да. У меня еще столько советов было. Если не сработал совет А, то при переходе к совету В. Да так можно голову морочить. И возвращаемся, как Виталик сказал, шарлатан. Тогда ты получаешься, если советы ты раздаешь, которые не срабатывают. Да нет. Ну, шарлатан это не всегда, когда ты раздаешь советы. Я объяснил уже. Шарлатан это когда ты раздаешь советы, заведомо понимая, что это... Они сработают. Да. Что эти советы в твою пользу будут работать. Ну, шарлатан это... Ну, и не в пользу тех людей, которым ты раздаешься. Высшая похвала советчику. Высшее звание советчика. Но про ветер мне понравилось, да? Советовать, знаешь, Пургу гнать. Ну, так ветер, он же как-то сегодня тут, завтра там, непонятно как. К чему он приведет ветер? Ветер перемен. Гнать Пургу это вообще из тюремного жаргона, лексикона. Хорошо. Мы не знаем. Ну, гнать Пургу и говорить неправду, это из сленга, это из фени. Ладно. Ладно, мы фени не владеем. Если у кого-то есть что дополнить к нашему театру... Ну, театр, да, как хорошо назвали? Сезон банных посиделок закрыли, но открыли театр, да? Если кто хочет вступить в эту дискуссию, в эту постановку по советам, можете дать свой совет. Приезжайте, да. Приезжайте, да. Или просто напишите что-нибудь. Ваше мнение. В комментариях. В комментариях. Дадим вам совет, закройте. Погоди. Не, ну мы... Можно отнестись... Можно отнестись серьезно. Хейтеры. Вот эти пранки всякие, слова появились. К этому серьезно относиться не стоит. Развлечения. Мужики в годах все затешатся. Развлекаются. Ну да, может быть это развлечение на самом деле. Это форма досуга. Такая. Хорошо. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok